итак дорогие друзья всем привет всем привет и мы начинаем начинаем получается сейчас так всем привет начинаем и какой сегодня урок я даже не не поменял 104 урок сегодня до 104 уже урок мы начинаем значит михаил музыковский как раз сзади у меня пианино и первые написал привет михаил музыковский как все в этом мире взаимосвязана иногда мы не можем понять взаимосвязи как она взаимосвязана но она вся как-то взаимосвязана до в этом мире значит и вот мы изучаем мишли pretty царя соломона чтобы понять эти взаимосвязи аллана аэфорея до всем привет светлана карачёва всем привет стела климник или mink правильно да она и عambanava к нам присоединилась она шалом шалом и значит все иринка не тиченко все значит можно начинать и так значит мы сейчас находимся на двадцать втором отрывке до этого нам сказали о том что что я кстати сегодня еще раз на эту тему думал в двадцатом отрывке написано было про то что и ближнему своему ненави ненавистен бедный до бедно ненавиде даже ближнего своего и а те кто любят и все любят богатого ну как бы любят он всем нравится вот такой кажется почему это происходит тут интересная такая штука что когда человек кого-то ненавидит да он в этот момент он в этот момент производит он же вот без причины ненавидит да если у одного не хватает а другого не хватает и казалось бы наоборот можно пожалеть кого-то можно сказать вот жалко дай бог интересно тут такая есть интересная история что когда человек молится и ему что-то нужно от бога например здоровья написано в талмуде если он вначале молится за другого человека и тому за то что мне самому сейчас надо мне этого не хватает а я молюсь за это за кого-то написано мне бог отвечает в первую очередь и я на себе проверял насколько это сложно когда тебе что-то не хватает вот у тебя есть твоя личная проблема и в этот момент в первую очередь помолиться за кого-то у кого такая же проблема просто это ну вот идет полностью против природы да и но при этом нам сообщили мудрецы нам сообщила тора то есть это как как бог нам сообщил можно сказать да что это так работает так она работает что если ты хочешь что бог тебе ответил то ты в начале полюби всех людей во авто ли раха камоха перед молитвой нужно принять на себя заповедь возлюби ближнего как себя прям конкретно это написано в шухонорухе в правилах молитвы написано ты становишься молитва молиться вначале прими на себя заповедь главное заповедь торы во авто ли раха камоха возлюби ближнего как себя и И тогда твоя молитва будет услышана. Теперь, а здесь получается наоборот, написано в 20-м отрывке, значит, написано так, что «гам лиреу и сна раш». То есть, также для ближнего своего вот этого ненавидит, ненавидит бедный. Давайте я сейчас вам сделаю, чтобы был перевод, чтобы был перевод того, что мы сегодня будем изучать. Сейчас, секундочку. Сегодня у нас интересное будет отрывки. Вот с 22-го получается и дальше. Сколько успеем? Сейчас, секундочку. Так, сейчас. Будет перевод новый. Сегодня я удачно встал в 6 утра. Встал в 6 утра и успел очень хорошо подготовиться и к уроку Торы, и к дню сегодняшнему. Вообще, столько успел сделать. Утром, пока все спят, это самое удачное время, чтобы тебя никто не отвлекал. Поучиться, подумать, попланировать. То есть, это самое-самое лучшее время, которое только можно, пока все спят. Пока все спят. Вот, значит, я вам посылаю... Так, то, что мы сегодня изучаем. Хорошо. Все, это было повторение. Повторение предыдущего. То есть, что ненавидит ближнего своего бедные. И следующий был отрывок, что тот, кто ближнего своего презирает, он грешник. То есть, это само по себе является грехом, за что Бог продолжает посылать человеку, как наказание, бедность, пока он не переключится внутри. И аним, значит, у механена аним или ановим, то есть, скромных, бедных, это он будет счастлив. То есть, тот, кто относится с уважением к любому человеку, даже если у него нет от этого никакой выгоды, да, то есть, человек, который относится к бедному, у него нет от него никакой выгоды, но он к нему относится с уважением к любовью, уже это включает на небе к нему отношение счастья и любовь от Бога. Это мы изучили. Теперь идем в следующий отрывок. Он звучит так. Алла и ту хоршера, вехезет веемет хоршетов. Значит, есть такое понятие, как хореш, это тот, кто затаился такой, и он в сердце своем что-то замыслил, но никому не говорит. И здесь написано так, что свернут с пути те, которые задумали, замыслили в сердце своем зло, а милосердие и истина тем, кто задумали добро. Значит, что имеется в виду? Значит, есть два разных пути у людей, скажем так. Первый путь – это я замыслил что-то, задумал что-то, вот я делаю вот так. Я что-то замыслил, и я сразу начинаю всем рассказывать. Рассказывать, вот у меня есть такой план, вот у меня есть такая идея, я хочу сделать так. А что ты думаешь по этому поводу? То есть я начинаю идти по мнению Пертея, вот есть по учению отцов. Там есть такая мишна, что марбэйца, марбэйтвуна. Тот, кто умножает советование, советуется, тот умножает понимание. Твуна – это понимание, понимать вещь из вещи. То есть, когда я рассказываю о том, что я планирую сделать, я на самом деле тестирую эту идею, и я хочу понять, что думают другие люди про эту идею. И поняв, особенно я люблю рассказывать людям умным, опытным, которые разбираются, и я когда рассказываю им, меня жена все время за это ругает. Вот, зачем ты рассказываешь о своих планах? Действительно есть такое, что планы, если о них рассказывать, они могут не сбыться. Это есть такое, да? Но я, когда рассказываю о планах, я еще не уверен, что я их буду реализовывать. Я именно специально и рассказываю о планах для того, чтобы понять, стоит ли их реализовывать или нет. Это первый путь, первый подход. Второй подход – есть люди такие, которые себе на уме их называют. Да, они такие прям, оп, он что-то задумал, все, никому не скажу. И он, значит, и он сам себе внутри что-то выдумывает, чтобы, по каким причинам, по-разному. Чтобы не сглазили, чтобы не украли идею, они думают. Они думают, что вот кто-то прям на их идею прям разбогатеет, да? Значит, и они почему-то не держат это в себе. Теперь нам сказал Шлома Амеллах, нам сказал царь Соломон в этом отрывке, что тот, кто в сердце своем затаил злую идею, он свернет с пути. Что имеется в виду? Его никто не может остановить. Он никому не рассказал о том, что он собирается плохого сделать. И у него нет шансов, чтобы кто-то ему сказал, стой, остановись, не делай этого. То есть он лишает себя шансов, что кто-то может его увещевать и помочь ему остановиться. Теперь, если человек задумал хорошую идею, ну такой же именно мыслитель, который себе на уме, и он решил никому не выдавать свою хорошую идею, и он себе вот этот хороший план, он сам задумал, сам делает. Написано, что это хэсет веемет, что это милосердие и истина. Что имеется в виду? Так как добро и зло – это духовные понятия, которые Бог определил, что добро, что зло, для того, чтобы за зло наказывать, а за добро награждать, то когда человек собирается сделать добро и всем об этом рассказывает, то он получает признание, славу, и очень часто, рассказывая о своих хороших, позитивных планах, он получает уже восхищение от людей. Вау, какой он умный, какие у него идеи хорошие, как он молодец, там, добро решил сделать. И этим самым он как будто бы у себя… Ну то есть это уже не является в чистом виде милосердием и в чистом виде добром, потому что он… В этом есть уже примесь гордости, славы, признания от людей, да? Поэтому Шлома Мелак нам говорит так, что если ты задумал хорошее дело, доброе, заповедь, то и держишь его внутри, это только увеличивает твою награду, ценность того, что ты сделаешь. Если ты задумал плохое, то то, что ты никому не рассказываешь, это, наоборот, оно увеличивает вероятность, что ты сделаешь это плохое. Поэтому, поэтому, значит, тут надо… Во всем нужна равновесие, во всем нужна, как бы, взвешенность, да? Поэтому я не могу сказать, как правильно. Главное, чтобы понять… Главное, чтобы понять, как система работает. Система работает так, что если ты себе на уме, то тогда тебе никто ничего, с одной стороны, остановить не сможет, с другой стороны, помочь не сможет. Если ты рассказал, то тебя можно и остановить, и помочь тебе, ну и так далее. Что делать, пока непонятно. Теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Следующий отрывок, 23-й. 23-й отрывок нам говорит следующее. Значит, дословно переводится так. В любой грусти есть прибыль. Вообще непонятно. Как это в любой грусти есть прибыль? Теперь и слова уст только для убытка. Вообще непонятно. Что значит, как это в любой грусти есть прибыль и слова уст только для убытка. Значит, объясняет здесь, вот интересно, здесь есть две линии объяснений. Обычно я объясняю, как объясняет Малбим. Малбим такой был великим мудрец, и я полностью его, как бы, иду по его линии. Но в этом случае его линия, мне кажется, я расскажу сейчас и его линию, как он объясняет, и линию всех остальных комментаторов они объясняют по-другому. Значит, вначале скажу его линию. Я начал с него, обычно мне достаточно его объяснения, но тут мне было недостаточно, и я начал смотреть других комментариев. Значит, Малбим объясняет так. Вот человек живет, и у него с ним происходят какие-то события неприятные. Неприятно, у него что-то не получается, его планы не сбываются, у него какой-то убыток, у него какие-то проблемы жизненные. Теперь, если он начинает грустить, начинает он грустить в сердце своем, Малбим добавляет, грусть в сердце должна быть внутри, и он раскаивается, он делает шуву, он думает, вот, наверное, что-то не так сделал, что же я не так сделал, там, он у Бога просит прощения, он пытается понять, что он не так сделал, он говорит, такая грусть в сердце, она приносит человеку прибыль. Потому что, это есть в Талмуде история, что был царь Шауль, который он вначале его Бог сделал царем, а потом сказал, что ты не достоин быть царем над Израилем, и, в общем, убили Шауля эти пелестимляне, и его сыновей всех убили, то есть он, ну, плохо он закончил очень, да. Но написано в Талмуде, что из-за того, что он сожалел о своих преступлениях, он сделал несколько преступлений, из-за того, что и приводятся места, где он сожалел, он реально сожалел, что он сделал какие-то ошибки, написано, из-за этого все-таки он будет там в раю, то есть ему Бог его простил, то есть этим он, как бы, очень многое исправил, с сожалением в сердце вот в этом. А почему слова уст, а не только для убытка? Потому что, потому что, объясняет Малбин, что когда я вслух начинаю жаловаться, и вот как все плохо, как ужасно Бог со мной поступил, как он мог и так далее, то это, наоборот, я себе этим самым врежу. Как есть известный анекдот, когда один мужчина стоит и жалуется, и говорит, вот у меня жизнь плохая, там, и перечисляют все, что ему плохо, работы нет, проблемы, болезни, там, и так далее, вот что же у меня за жизнь такая, и говорит, ничего лучшего и не предвидится, жалуется он другу. В это время ангел записывает все его вот эти вот слова и говорит, очень странно, что у тебя такие пожелания от жизни, но какие есть, такие и есть. То есть раз ты думаешь, что у тебя будет так, это записывается как твои пожелания, как твои просьбы. То есть он не сформулировал, что он хочет получить, а сформулировал только то, что у него плохо, и продолжал это в будущее, как и будет так. Ну ангел записал, и будет так, значит будет так. Как ты хочешь, так и будет. Теперь, это так объясняет Малбин. Но как-то оно мне не очень вписалось в сам этот отрывок, как-то оно очень добавлено много. Теперь, как объясняют остальные все мудрецы, включая Раши, великий такой из комментатора, значит, они говорят так, что слово Эцев надо понимать не как грусть, а как труд. То есть Эцев это такой, ну вот, человек отцу, он такой напряженный, сосредоточенный. И все комментаторы говорят, что когда человек напряженно работает, работает труд, да, то есть, кстати, сегодня у меня тоже было такое открытие, что есть слово труд, это когда ты трудишься, а есть слово трудности, это когда ты преодолеваешь трудности, тоже своим трудом ты преодолеваешь трудности. Так все эти комментаторы говорят, что здесь имеется в виду, что Беколь Эцев, каждый вот этот труд, когда ты преодолеваешь сложности, идет тебе в прибыль. То есть, когда ты не сдался, когда ты работаешь, преодолеваешь трудности, трудишься, рутина, это идет в прибыль. А давар сватаем ахли максор. Когда ты разговариваешь, то это идет тебе в убыток. Почему идет в убыток? Потому что любой разговор без действия, он просто трата энергии, трата времени и трата сил. То есть, к любому разговору должен приложиться тяжелый труд, который ты, проведя этот тяжелый труд, ты получаешь результаты. Если у тебя был разговор, который не закончился трудом, значит, это был пустой разговор, от которого один убыток. От этого нет никакой пользы, ты потратил время, потратил силы. То есть, надо понимать, что в любом деле, это процентов 5-10, это разговор, и то разговор конкретный, ты должен кого-то в чем-то убедить. Все остальное время ты должен трудиться, труд, ты должен реализовывать вот это вот последствия своего разговора, реализовывать в действии. То есть, результаты человек получает только от труда. Как говорится, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Все. Народная мудрость. Значит, вот мы изучили два объяснения, два объяснения отрывка 22-го, 23-го уже, да. Теперь, 24-й отрывок, смотрим, есть у нас еще сегодня время, есть еще время. Отлично, 24-й отрывок. 24-й отрывок звучит так. Атерет хахамим ашрам. Значит, корона, венец, корона мудрецов. Хахам, мы знаем, это мудрец Тора, тот, кто знает Тору. Это богатство их. Ивелет, ксилим, ивелет. Значит, ивелет, как мы знаем, это грешник. Ивелет, это грешник, который сомневается во всем. Грешник, скептик. И ксиль, это грешник, который знает, что Тора это истина, но он из-за вожделений, он не может справиться со своим злым началом, и он действует инстинктивно. Это ксиль. Теперь, но ксиль, у него есть, у него есть как бы соблазн такой, соблазн, да, доброе утро. Есть соблазн у ксиля, который грешит по своему, по своему, как сказать, грешит из-за своих вожделений, у него есть соблазн начать сомневаться в Торе. То есть, очень классно, когда человек грешит, ну, для человека лучше, и говорит, я знаю, что это нарушение, но я не могу с собой справиться, но я прошу Бога, помоги мне. Если он говорит, а это не нарушение, так ему не надо исправляться, понятная идея. То есть, если он говорит, что это не нарушение, Тора неправда, Бога нет, а зачем ему тогда исправляться? Это намного более тяжелый грех. Теперь давайте разберемся в этом отрывке. Если понимать его по-простому, что корона венец мудрецов Торы богатства их, то не сходится немного, да. Есть один комментатор, он всегда его печатают первым. Я его не очень люблю читать, иногда, редко-редко читаю. Зовут его Ибн Эзра. Ибн Эзра, он жил тысячи лет назад, он написал комментарий на всю Тору. Про него известно, он был очень, ну, то есть, он был великий, величайший мудрец, но он был очень-очень бедный. То есть, не просто бедный, а он настолько был бедный, что вот все, за что он брался, он был бедный, но он не хотел брать от людей помощи. И он пытался все время заняться какими-то бизнесами. И он как-то начал, он продавать принадлежности какие-то для, там, свечи какие-то, да. Люди перестали покупать свечи вообще. Он говорит, вы знаете, говорит, если я начну работать на кладбище, люди перестанут умирать, говорит. Потому что у меня вот что, я за что не берусь, значит, ничего, денег не получается. И однажды его мудрец, его ученики, они хотели ему помочь. И, значит, хотели они ему помочь деньгами, а он ни от кого помощь не принимал. Они думают, мы знаем, где он идет дорога, дорожка, раньше не было же асфальтовых дорог, были такие дорожки, тропинки тысячи лет назад. И они знали, где он идет, и они на этой дороге рассыпали деньги. Причем рассыпали вот точно по закону Торы, что если ты нашел деньги рассыпанные, и ты не знаешь, как найти хозяина, и это не они там, не лежат в пачке, а просто рассыпанные, то ты можешь их забрать. Они рассыпали именно так, как можно их забрать. И наблюдают, спрятались, наблюдают. Идет Ибнезра по дороге этой, да, а у него вообще бедственное положение, денег нет вообще. И он идет, остается до места, где они рассыпали деньги, остается метр. Метр. И он сейчас вот увидит деньги, невозможно не увидеть. И вдруг он закрывает глаза, вот так, закрывает глаза, вот так руки вперед вытягивает, и начинает идти с закрытыми глазами, вот так с вытянутыми руками. Проходит то место, где были рассыпаны деньги, и открывает глаза. И открывает глаза, и начинает радоваться, начинает радоваться. Ну, ученики понимают, что что-то здесь вообще не так И они, значит, его потом спрашивают Вы знаете, у нас вопрос Мы случайно видели, что вы шли по тропинке И вы закрыли глаза И шли вот так вот с закрытыми глазами А потом сильно радовались Объясните, почему, что это было А он говорит Вы знаете, говорит, вот я шел и размышлял Что вот живет человек, живет человек И он не радуется тому, что у него есть А есть люди, у которых они слепые, например Вот они вообще даже видеть не могут Я решил проверить, что чувствует человек слепой Вот если он не видит И он говорит, я закрыл глаза И шел какое-то время с закрытыми глазами Чтобы понять, что чувствует слепой А потом открыл глаза И так радовался, что я не слепой Что у меня есть зрение Что я могу видеть этот прекрасный мир Вот я радовался, танцевал Значит, такая есть про него известная история Но он был бедный-бедный То есть денег у него не было Теперь, как понять тогда этот отрывок Что венец мудрецов Торы их богатство Только можно, первое понимание такое Что богатство, если определение Торы Что такое богатство То в Перте вот написано Что богат тот, кто счастлив своему уделу На иврите Ошер счастье с Алифом пишется И Ошер богатство с Айном То есть отличается в написании одна буква А по звучанию одно и то же слово Богатство и счастье Это одно и то же слово Теперь Тора нам говорит Что богат только тот, кто счастлив своему уделу То есть тот, кто счастлив тому, что у него есть Тот, кто ощущает избыток того, что у него есть По отношению к тому, что ему нужно Только тот человек называется богатым То есть богатство это избыток У меня есть больше, чем мне надо Вау, вообще, у меня есть больше, чем мне надо Это богатый человек, у него избыток Бедный человек, у него недостаток Ему не хватает конкретно Кому-то не хватает хлеба Кому-то воды Кому-то самолета Кому-то там дворца Кому-то не хватает еще чего-то То есть в любом случае Человек, у которого нехватка Он называется бедным по Торе Не важно, сколько у него объективно денег Количество денег, важно Соотношение между запросом и тем, что он имеет Теперь хахам, мудрец Торе Который знает, как все работает Который знает, что все это эвелевелим Все это суета-сует Который знает, что в конце концов все понятно И бога бойся, заповеди его Заблюдай в этом весь человек Что жизнь заканчивается Все равно ты все отдашь кому-то Непонятно кому То хахам, мудрец, который уже полностью Он живет в мире истины То есть он знает, как все работает Наградой, как бы венцом Становится то, что он богат Ему всего хватает Почему ему всего хватает? Он богат, потому что он счастлив Тому, что у него есть Потому что он понимает Что, во-первых, все, что у него есть Это подарок от Бога Который в один момент пришел В один момент может уйти Второе, он все время счастлив Потому что он понимает Есть еще одна мишна вперте Это вот, что путь человека в Торы Это воду пей Хлеб ешь На земле спи Жизнью страданий живи И Тору учи И Тору учи Идет такое перечисление И дальше говорится Если ты делаешь это Счастлив ты и хорошо тебе Счастлив ты в этом мире И хорошо тебе в мире грядущем Но, опять же, на это задают вопрос Многие мудрецы Торы так не делают Почему? Говорится о уровне достаточности То есть установи свой уровень достаточности Как бы вот этот вот уровень Когда ты говоришь Вот это мне достаточно На уровень аскетизма Все, что больше этого У тебя будет уже Вау! У меня есть не хлеб с водой У меня есть там бутерброд с макаронами Отлично! А еще варенья у меня немного есть Вау! Вообще! Вот эта тема! То есть у тебя тогда все, что есть свыше Вот этого уровня аскетизма Оно все тебе приносит Огромное удовольствие И когда Когда в этом случае Ты за все благодаришь Бога Тебя ничто не вынуждает грешить То в этом случае Счастлив ты в этом мире Потому что у тебя всегда больше Чем тебе достаточно И Хорошо тебе будет в мире грядущем Потому что ты проживешь жизнь Честно Радостно Спокойно Никого не обманешь Ни у кого не украдешь Ничего не сделаешь плохого Потому что ты все время Довольный счастливый человек И выполняешь заповеди Все! Вот это вот ответ И с этой точки зрения Когда написано в этом отрывке Что Атерет Атерет То есть Корона Хахамим Вот этих вот мудрецов Торы Это их богатство То первое объяснение Что Если ты мудрец Так ты по-любому богат То есть ты просто понимаешь Как эта штука вся работает А Ивелет Кселим А вот это вот сомнение Всех этих грешников Оно просто сомнение То есть ни о чем Они живут все время в мире сомнений То есть они все время сомневаются Мне один рассказывал Как он купил яхту И говорит Купил яхту Заплываю там в Монте-Карло Ну или какой-то заливнице Монте-Карло Что-то вот там Во Франции И говорит Сижу Красота Вообще Яхта Сигара Такой прямо вот Чувствую себя вообще Я царь жизни И тут рядом заплывает Еще одна яхта Такая огромная Там в пять раз больше Чем его там Ну такая именно Яхта-яхта И так его закрывают Говорит Тенью своей Да И он говорит Я чувствую себя Просто каким-то Нищим клоуном Просто я Относительно Вот этой вот яхты А там сверху На меня высока Смотрят И такие думают Да Типа клоун сидит И он говорит И я чувствую У меня прям в душе Позор Такой все И я значит Собираю Ну снимаемся С якоря И уплываем Это называется Сомнение Вот это вот Стептицизм Грешников Не более чем Они живут В мире сомнений Кстати интересно Путь возвращения К Богу Называется Вернуться Ляхзор Бэтшова Вернуться К ответу Что значит Вернуться к ответу Это значит вернуться К тем заводским установкам Когда тебе все понятно Вообще все понятно Вот Экклезиас Коэлит Книга Да Заканчивается В конце концов Все понятно Бога бойся Заповеди его соблюдай В этом весь человек А вернуться Из религии В мир Нерелигиозный Называется Ляхзор Лешейла Вернуться к вопросу Когда тебе Когда ты Говоришь Ладно Бога нет Тора не истина А что тогда истина И ты понимаешь Что ничего нету истины То ты тогда Все время в сомнении В вопросе Что делать завтра Как жить Что делать Что выбрать Или так Или так Вернуться к вопросу Вот это вот то Что здесь говорится Если ты мудрец Тора У тебя корона Богатство Это И реальное тоже богатство Потому что Тот кто хочет В Торе найти богатство Реальное богатство Там тоже есть Как заработать Все есть Если ты хочешь больше зарабатывать В Торе тоже есть об этом Но Любой мудрец Тора Он уже богат Изначально По определению Все друзья Значит На этом мы заканчиваем Сегодняшнее занятие Какие выводы Можно сегодня сделать Что Первое Первый вывод Такой Что Если ты задумал Хорошее дело То лучше об этом Никому не рассказывать А делать его просто И не ждать Делать его даже лучше Втайне И не ждать Награду И похвалу от людей Если ты задумал Дело злое Или сомнительное То лучше рассказывать людям Они тебя могут остановить Если ты сделаешь Какие-то ошибки Дальше мы узнали Что без труда От любого труда По преодолению сложности Есть какая-то прибыль Или ты сильнее стал Или ты умнее стал Или ты То есть от любого напряжения Как говорят в Америке No pain, no gain Нету боли Нету прибыли То есть от любого труда Когда тебе трудно И ты преодолеваешь трудности Ты становишься сильнее От пустых разговоров Слабеешь И дальше мы изучили Что корона Мудрецов Торы Богатство Все Желаю вам здоровья Богатства Любви И самое главное Вернуться к Торе Вернуться к Торе То есть вернуться К заводским установкам Потому что это Лучший путь Который может человек Себе в этом мире выбрать Все И желаю Чтобы все были записаны В хорошей книге Книге жизни Благодарения Вообще всего Всего самого лучшего Все Удачи Успехов И поделитесь уроков Со всеми друзьями Знакомыми Важно очень распространять Тору И это как Ну вот ради этого Я в общем-то и провожу этот урок Все Удачи Успехов Удачи Удачи Удачи